Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум, или же Александр, и сегодня мы с вами поиграем в игру под названием Тап Адвенчур Тайм Тревел. И как ни странно, ребята, это кликер. Кликеры с каждым днём всё совершенствуется и становятся лучше, лучше, лучше и красивее. И это один из тех случаев, когда в кликер можно поиграть. Кликеров безумно много, но я стараюсь играть в самое лучшее. Как по мне, это довольно-таки неплохой кликер. В общем-то, здесь нам нужно будет создавать свою армию и с помощью этой армии продвигаться сквозь адские полчища адских монстров. И, в общем, посмотрим, что будет дальше. Толком я ещё не играл. Буквально минуту-две. Ну и, наверное, сейчас нужно пройти обучение, потому что дальше меня не пустят. Ненавижу игры, в которых обучение пропустить нельзя. Ладно, давайте приступим. Вам сейчас доступен Защитник. Это герой, привыкший быть на передовой, противостоя многочисленным врагам и принимая на себя удары вместо союзников. Ну, видимо, это очень благородный чувак, очень благородный Защитник. Давайте посмотрим, на что он способен. И, чтобы призвать его, нужно заплатить деньги. Я думал, ты благородный, и ты будешь безвозмездно всё делать и бесплатно мне помогать. Ты корыстный подлый человек, Защитник. Эх, зачем тебя так описывали? Хорошо. Страж слабых, Защитник невинных. Он обрушит свою булаву на врагов и исполнит союзников щитом. А, заслонит. Эх, всегда везде ложь, и Защитник тоже нам врёт. И вот, кстати, первый враг, это какой-то ватага домовых. Ну, умирают они быстро с одного удара, Защитник действительно неплох. Герои улучшаются через своё снаряжение. Улучшив любое снаряжение 10 раз, вы повысите уровень героя и получите ценное очко навыка. Ну, давайте посмотрим, что можно улучшить. Можно улучшить урон ему. Или можно улучшить Тарч. Тарч. Его щит называется Тарч. Ну, почему бы не называть щит Тарчем? Ладно, всё равно. Денег у меня не так много, поэтому давайте прокачаем булаву несколько раз. Блин, каждый раз прокачка становится дороже, а денег у меня не так уж и много. Пожалуй, я не буду тратить их на Защитника. Лучше покоплю на Охотницу. Защитника я уже видел, а вот кто такая Охотница, мне пока неизвестно. И, кстати, ребята, кстати, ребята, у меня есть ещё и магия. С помощью которой я могу атаковать противников. Ну, естественно, это кликер, поэтому... Какой кликер без кликанья, я не знаю. Так, нажмите на иконки магии, чтобы перейти к её улучшению. Окей, ну, да, всё круто, можно магию улучшать. Но, ребята, здесь есть одна небольшая халтурка. Если вы не хотите сидеть и кликать, можно заставить кликать за себя другого чувака. Это магия фея. Но почему-то он не появляется. Сюда должен прилететь такой фей, который будет сражаться с врагами и, в общем-то, кликать за меня. Пускай не так быстро, хотя я сам быстро не кликаю, но, тем не менее... Давай, защитник, давай. Я не хочу тратить свои силы и чтобы мой палец уставал на эти дурацкие кликанья. Возможно, всё-таки придёт этот фей и что-то сделает. Он вылетает сверху и кружит над головой, собственно, защитника. Почему я его не вижу? Ладно, может быть, со временем появится. Давайте посмотрим, что ещё есть. Есть какие-то мастера, но для того, чтобы этот раздел открылся, нужно больше, видимо, уровня. И, по всей видимости, нужен шестой. Такс, потом есть какая-то битва. Оп, а это что? А это что такое? Золотое касание. Перезарядка 20 минут. На 5 минут убийство врагов с помощью магии приносит вам в 4 раза больше золота? Естественно, давайте, давайте, давайте. Мне нужно много золота. Почему бы и нет? Я и сам уже готов в таком случае немного покликать. Денюжки лишними не бывают. И скоро я смогу накопить на лучницу, на охотницу. А вот, кстати, и фей, по-моему. Какой-то, правда, странный фей. Это мой фей, нет? Или нужно его убить? А, да. Это какие-то халявные ресурсы. Хилка. Меня похилили немного. А что, мои герои могут умереть? Обычно в кликерах такого не происходит. Обычно в кликерах никто не погибает из моих персонажей. Я просто кликаю, и всё, хорошо. Будет довольно грустно, если он умрёт. Ну ладно, если я буду ему помогать, и буду больно бить магией, быстро кликать, он не умрёт. Я заработаю кучу денег, появится ещё охотница. И она, собственно, будет защищать его тылы. Да, ты же хочешь, чтобы охотница защитила твои тылы, мужик? Давайте, ещё несколько копеечек, чародей. Давай, твои тоже я ресурсы заберу. Оу, воу, 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 воу. 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 Это было неприятно. Чародей домовой какой-то. Хм. Ну ладно, я заработал денег, и могу купить себе охотницу. Но подожду, пока воскреснет мой всё-таки рыцарь, мой защитник. Чтобы охотница не страдала одна. И в чём, кстати, интересно заключается путешествие во времени? В названии сказано, что я буду путешествовать во времени. Если я сейчас нахожусь, допустим, в прошлом, то, перейдя в будущее, там будут сражаться роботы или кто? Или, может быть, какие-то киборги? Было бы круто, реально было бы круто. Вот, кстати, он и возродился, и появилась ещё видеореклама. Нет, я не хочу смотреть рекламу в игре. Нет, 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 извините, игра. Ты что не подсовываешь? Так, сладненько, давайте купим теперь ещё и охотницу. Острый глаз и быстрые руки, признаки великого охотника. Ни одна добыча не уйдёт от её взора, и ни один враг не сбежит от меткой стрелы. Ну что ж, посмотрим, на что это способно, женщина. Ну, я не знаю. И больно её бьют. Блин, врагов становится всё больше, а я с ними не справляюсь. Видимо, деньги нужно было тратить на прокачку. А не на охотницу. И следующий юнит стоит аж 3700. Хм, сейчас будем копить. Ну и если, ребята, конечно же, вы захотите увидеть продолжение этой игры, ставьте лайки, и если лайков будет много, как обычно, я выпущу продолжение. Так, сладненько, давайте немного что-нибудь прокачаем. Что у нас есть в карманах? Вау, я могу на себя ещё и вещи одевать? Прикольно, но ничего этого снимать я не буду. Нечем заменить. Навыки. Навыки есть ещё и у моих солдат, но для этого нужны какие-то... А-а-а-а-а, очки навыка, я понял. Ну, давайте, допустим, прокачаем ему, не знаю, что даёт охрана. Мастера Ладно, 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 не успел прочитать У нас есть переполненный сундук Ну давайте откроем его, и что случилось? А-а-а-а Все его предметы Получили уровень дополнительный Прекрасно, прекрасно, но я вернусь К навыкам, прокачаю один раз охрану, пожалуй И один раз провокацию, почему нет? Такс, у тебя что? Я могу один раз Что-то прокачать, ну давай Залп прокачаем Было бы неплохо, 125% И битва А-а-а, вот здесь появляются Спецприемы, я понял, я думал Она их автоматически будет использовать Ладно, все равно это неплохо Если врагов скопится слишком много, я Использую этот скилл, но пока я все-таки Прокачаю немного своего героя Основного, своего защитника Нет, ну только после битвы с боссом Хемрик, 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 Хемрик Ну как-то это, как-то жестко Тебе не кажется, мужичок? Что это вообще за... Почему так больно? Видимо, я продвинулся слишком далеко Но при этом совсем не прокачал своих солдат Поэтому я и гибну Хемрик, ну блин Я-то его убью, да И проиграть в игре вряд ли возможно Но черт, это... это... это долго Ладно, давайте прокачаем все-таки Немного ему, не знаю, здоровья А неплохо... а неплохо здоровье прокачал я ему Да, да, да Почему Хемрик-то воскрес? Почему Хемрик-то воскрес? Что я нажал? Я не хотел этого нажимать Ладно, давай Сражайся с ним Может быть больше будет урона Ну по сотке он бьет, так или иначе Смотрите-ка, по сотке Хемрик он наносит Офигеть, офигеть Ну он намного жестче, чем я, конечно Но ладно Так, еще денежки Да сдохни ты уже Я хочу, блин, прокачать своих солдат И посмотреть, на что они будут способны Хорошо Отлично Что это? Переход в новую локацию Вот, кстати, и волшебник Который должен был атаковать за меня Но пока использовать я его не буду Я, пожалуй, пожалуй, пожалуй Прокачаю немного себе урон Так, денег у меня достаточно Прокачаю навыки Ладно, хорошо Прокачаю навыки Рассеивающий удар Недоступен Я лучше подкоплю очков И прокачаю его потом А пока, пока, пока На плечнике слишком-слишком Дорого Бонус урона будет небольшой Нужно прокачивать этот скилл попозже Пока только здоровье, пожалуй И Вот так, да Все деньги спустил Может быть, тебя тоже нужно Немного прокачать Но на тебя, к сожалению Денег у меня совершенно нет Ну и Быструю перезарядку прокачаю Окей Двигаемся дальше Пойдем в какую-то пещеру А, это снежные горы Окей Ну и сразу новые войны А вот, кстати, и волшебник этот Ну, видите Он бьет слишком медленно И урон у него маленький В общем, использовать его Крайне неразумно Ну, если ты отошел от компа В принципе, это лучше, чем ничего Такс, а если прокачать магию Она вообще по одной единице Только прокачивается Так это можно Бесконечно Просто Тратить Деньги на эту прокачку И все равно ничего не прокачать Четыре Но это же не серьезно Когда у врагов Черт возьми По полторы тысячи хп Может быть, слишком быстро Я перешел к этим врагам Ну, не знаю Такс, есть еще какие-то задания Вау Ну, давайте попробуем Выполнить это задание Почему нет? Шесть минут И мне дадут халявный ключ Окей Так, что тебе можно прокачать? Лук? Окей, навыков нету У тебя навыков тоже не хватает А хочу я прокачать Рассекающий удар Что у нас у мастеров? Оба А вот и мастер, кстати Что это за раздел? Каждый мастер Открывает вам доступ К особым возможностям Таким, как открытие сундуков Создание улучшения артефактов И тому подобное Ну, давайте посмотрим Сундуки-мега-шарики Мега-шарики Это загадочные И таинственные предметы Изредка встречающиеся После боев С особыми боссами Они таят в себе Уникальные силы Обычно воплощающиеся В виде артефактов Ну и как его получить? Ну ладно Пока не могу Давайте зайдем в магазин И... Эй! Эй! Для того, чтобы что-то купить Мне нужны кристаллы А чтобы получить кристаллы Я должен потратить Тысячу каких-то кредитов Которых у меня нету Ну ладно Пока мы будем без героя Хорошо Завалили охотницу Сволочи-сволочи Как вы посмели, а? А, ну это потому что Большие братья пришли Опять босс Северяне Ну, это слабые ребята Так, что это такое? Петля времени Петля времени Станет доступна После сотого уровня Каждая петля времени Будет приносить вам Ключи и рунные камни Которые являются Самыми ценными ресурсами Поскутного А, лоскутного мира, видимо Чем дальше вы пройдете Тем больше ресурсов Вы получите Хорошо, хорошо, хорошо Но какой уровень у меня сейчас? Я не понимаю Это... Они говорят о уровне Моего персонажа Кстати, сундук есть Да, хочу открыть Давайте, давайте, давайте И... Пам-пам-пам-пам Перчатки прокачались Офигеть Офигеть Сами прокачались И не пришлось тратить Столько денег И не третьего уровня уже Так вот Это зависит от уровня Персонажа какого-то Или от уровня вообще Моего главного героя А кто тогда Мой главный герой? Я не знаю Так, ладно Давайте сейчас Не будем тратить денежку Подкопим немного И я попытаюсь Купить следующего воина Это будет... Это будет отшельник Мудрец Знающий силу природы Ей можно воспользоваться Чтобы восстановить силы друга Или обрушить ее ярость На врага Хорошо Хорошо, подкопим С кем я вообще сейчас сражаюсь? Какие-то викинги, блин Оу Воу А вот еще один босс Тир Оу Сразу подвоем атакует Ну давай сотку Бам Отлично Ну почти 200 даже Наверное ты нанес Давай-давай-давай-давай Нам нужна защитница Защитница моей охотницы Нужно прокачать здоровье Потому что гибнет Она как-то уж Слишком быстро И меня это не устраивает Я хочу плакать Когда вижу как она погибает Такс Сдохни, 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 сдохни Аааа Мне отводится определенное время На сражение с боссом Если я его не побеждаю, меня откатывают назад, я полагаю Блин, так это может затянуться Волков и медведев Медведей убивать я не хочу Они слишком хорошие и добрые Ладно, выходи уже Выходи, выходи, выходи Братан, давай Что я получил? Еще кучу денег, отлично Ну, где этот босс? Давай, 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 давай И как раз к этому времени воскреснет мой защитник И по идее мы должны будем его одолеть Это 15-я волна И все хорошо, ну Или я чего-то просто-напросто не понимаю, почему мы не продвигаемся дальше Звериная стая Ну это просто слишком, северяне С вами мы тоже сражались, опять звериная стая Это замкнутый круг Это замкнутый круг, бесконечно замкнутый круг Ну зато я зарабатываю деньги, ладно, меня это устраивает Сюда тоже никуда нажимать нельзя Охотничий отряд, опять северяне Сейчас будет звериный отряд, да? Давай, звериный отряд Медведь и два волка Нет? А, нет Вот он, звериная стая Опять северяне Просто они как-то рандомно появляются Я не знаю Да, вот, медведь и два волка Хорошо Ну Нет, ну это уже не смешно Затягивается, затягивается Ладно, с вами со всеми мы справимся И потом дойдем до босса И, собственно, босса уничтожим, я надеюсь Так, с деньги Деньги Мне еще две тысячи нужно Где взять столько, я понятия не имею Кстати, как происходит выполнение задания Еще полторы минуты И я получу, по идее, ключик Ключ, это неплохо Я бы даже сказал, хорошо Ладно, видимо, нового воина сегодня я купить уже не смогу Куплю его, если мы продолжим Если игра вам понравится А пока я прокачаю, пожалуй, своих воинов Так, сдавай Прокачаем тебе немного урон Еще немного урон Тебе мы прокачаем, я не знаю, здоровье Урон Урон, 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 урон Мы мало тебе прокачивали урона И урон теперь у тебя 72 Неплохо Теперь они должны справляться с врагами еще быстрее И у меня же есть спецспособность Почему я ее не использовал Так, что это? А, вот где можно купить кристаллы Да, понятно, понятно Почему я не использовал эту способность Во время битвы с боссом Вот она Этот заградительный огонь Я, видимо, сглупил А денег у меня сейчас так мало Потому что у меня закончилась эта спецспособность Помните, которая увеличивает доход в 4 раза Если я сражаюсь с помощью магии Давайте уже наконец-то сражаться с боссом Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай- А если не захотите, не ставьте, это ваше право. Ну а с вами был Перпетум или же Александр. Большое спасибо за внимание, друзья, за просмотр. До новых встреч, всем удачи и всем пока!